Глава тридцать первая Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, и все плыли да плыли вниз по реке. Теперь мы были на юге, в теплом климате и очень далеко от дома. Нам стали попадаться навстречу деревья, обросшие испанским мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растет, и лес от него казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что теперь им нечего бояться, и опять принялись околпачивать народ в городах. Для начала они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе школу танцев, а сами танцевали не лучше кенгуру. И как только они выкинули первое коленце, вся публика набросилась на них и выпроводила вон из города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству. Только недолго разглагольствовали. Слушатели не выдержали, разругали их на все корки и велели убраться из города. Пробовали они и проповеди, и внушение мыслей, и врачевание, и гадание, всего понемножку. Только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожились дочисто и по целым дням валялись на плоту. Все думали да думали, и друг с другом почти не разговаривали. Такие были хмурые и злые. А потом они вдруг встрепенулись, стали совещаться о чем-то в шалаше потихоньку от нас, все шепотом и часа по два, по три сряду. Мы с Джимом забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думаем, наверное, затевают какую-нибудь новую чертовщину еще почище прежних. Мы долго ломали себе голову и так, и эдак. И в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку. А то, может, собираются делать фальшивые деньги. Тут мы с Джимом здорово струхнули и уговорились так, что мы к этим их делам никакого касательства иметь не будем. А если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерем, бросим их, и пускай они одни остаются. Вот как-то ранним утром мы спрятали плод в укромном месте, двумя милями ниже одного захолустного городишка по прозванию Пайксвель. И король отправился на берег. А нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится, дошли сюда слухи насчет королевского жирафа или еще нет. Небось, дом ограбить собираешься, думаю. Потом вернешься сюда, а нас с Джимом поминай, как звали. С кем и оставайся? А если он к полудню не вернется, то это значит, что все в порядке. И тогда нам с герцогом тоже надо отправляться в город. И мы остались на плоту. Герцог все время злился и раздражался, и вообще был сильно не в духе. Нам за все доставалось, никак мы не могли ему угодить. Он придирался к каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли. Это уж как пить дать. Настал и полдень, а короля все не было. И я, признаться, очень обрадовался. Думаю, наконец, хоть какая-то перемена. А может случиться, что все по-настоящему переменится. Мы с герцогом отправились в городок и стали там разыскивать короля. И довольно скоро нашли его в задней комнате распивочной в дребезге пьяного. Какие-то лодыри дразнили его забавы ради. Он ругал их, на чем свет стоит, и грозился. А сам на ногах еле держится и ничего с ними поделать не может. Герцог выругал его за это старым дураком. Король тоже в долгу не остался. И как только они сцепились по-настоящему, я его лепетнул. Припустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думаю, случай-то. Теперь не скоро они нас с Джимом опять увидят. Добежал я к реке, весь запыхавшись, зато от радости ног под собой не чую и кричу. «Джим, скорей отвязывай плод! Теперь у нас с тобой все в порядке!» Но никто мне не откликнулся. И в шалаше никого не было. Джим пропал. Я крикнул, и в другой раз крикнул, и в третий бегаю по лесу туда и сюда. «Да, зову, аукую!» Никакого ответа. Пропал старик Джим. Тогда я сел и заплакал. Никак не мог удержаться от слез. Только и сидеть я долго не мог. Вышел на дорогу, иду и думаю, что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка. Я его и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то. А он и говорит. Видал. «А где?» Спрашиваю. «На плантации Сайлоса Фелпса. Отсюда будет мили две. Это беглый негр. Его уже поймали. А ты его ищешь?» «И не думаю. Я на него нарвался в лесу час или два назад, и он сказал, что если я только крикну, он из меня дух вышибет. Велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боялся выйти». «Ну, — говорит мальчишка, тебе больше нечего бояться, раз его поймали. Он убежал откуда-то издалека, с юга. И это хорошо, что его сцапали. И еще б нехорошо. За него ведь полагается двести долларов награды. Все равно, что на дороге найти». «Ну да, я бы тоже мог получить награду, если бы был постарше. Ведь я первый его увидел. А кто же его поймал?» «Один старик приезжий. Только он продал свою долю за сорок долларов, потому что ему надо уезжать вверх по реке. А ждать он не может. Подумать только. Нет, я бы подождал. Пускай бы и семь лет пришлось ждать. «И я тоже обязательно», говорю я. «А может, его доля больше и не стоит, раз он продал так дешево? Может, дело-то не совсем чистое?» «Ну как же не чистое? Чищ не бывает. Я сам видел объявление. Там про него все написано. Точка в точку сходится. Лучше всякого портрета». А бежал он из-под Нового Орлеана из плантации. «Нет уж, тут комар носу не поточит. Все правильно. Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать?» Табаку у меня не было. И я пошел дальше. Я вернулся на плод, сел в шалаш и стал думать. Но так ничего и не придумал. Думал до тех пор, пока всю голову не разломило. И все-таки не нашел никакого способа избавиться от беды. Сколько мы плыли по реке, сколько делали для этих мошенников, и все зря. Так все и пропало за даром. Из-за того, что у них хватило духу устроить Джиму такую подлость. Опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые сорок долларов, да еще чужим людям. Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше оставаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не написать ли мне письмо Тому Сойеру, пускай он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил. И вот почему. А вдруг она рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его. А если и не продаст, все равно добра не жди. все будут презирать такого неблагодарного негра. И это уж так полагается. И обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А мое-то положение. Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться. И если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то верно со стыда готов буду сапоги ему лизать. И это уж всегда так бывает. Сделает человек подлость, а отвечать за нее не хочет. Думает, пока этого никто не знает, так и стыдиться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я думал, тем сильнее меня грызла совесть. Я чувствовал себя прямо-таки дрянью, последним негодяем и подлецом. И наконец меня осенило. «Ведь это, думаю, явное дело. Рука провидения для того и закатила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим поведением. И там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне показали, что есть такое всевидящее око. Оно не потерпит нечестивого поведения, а мигом положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание. Думаю, ничему хорошему меня не учили, значит, я уж не так виноват. Но что-то твердило мне. На то есть воскресная школа, почему ж ты в нее не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру, то за это будет веки вечные гореть в аду. Меня просто в дрожь бросило, и я уже совсем было решил, давай попробую помолюсь, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком исправился. И стал на колени. Только молитва не шла у меня с языка, да и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть это от Бога, и от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться, потому что я кривил душой, не по-честному поступал, вот почему. Притворялся, буду, хочу исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести, будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится. А в глубине души знал, что все вру, и Бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься. И это я понял. Тут я совсем запутался, хуже некуда, и не знал, что мне делать. Наконец придумал одну штуку. Говорю себе, пойду напишу это самое письмо, а после того посмотрю, смогу ли я молиться. И удивительное дело, в ту же минуту на душе у меня сделалось легко, легче перышко, и все как-то сразу стало ясно. Я взял бумагу, карандаш и написал. Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится здесь в двух милях от Пайксвилла у мистера Фелбса. Он отдаст Джима, если вы пришлете награду. Гекфин Мне стал так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни отчистился от греха и что теперь могу молиться. Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал. Вот думаю, как это хорошо, что так случилось, а то ведь я чуть-чуть не погубил свою душу и не отправился в ад. Потом стал думать дальше, стал вспоминать про наше путешествие по реке и все время так и видел перед собой Джима как живого, то днем, то ночью, то при луне, то в грозу, как мы с ним плывем на плоту и разговариваем и поем и смеемся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима, а как раз наоборот. То вижу, он стоит вместо меня на вахте после того, как отстоял свою, и не будет меня, чтобы я выспался. То вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана, или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда, и как он всегда называл меня голубчиком и сынком, и баловал меня, и делал для меня все, что мог, и какой он всегда был добрый, и под конец мне вспомнилось, как я спасал его, рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен, и говорил, что лучше меня у него нет друга на свете, и что теперь я один у него остался друг. И тут я нечаянно оглянулся и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко, я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз навсегда решить, выбрать что-нибудь одно. Это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто дышать перестал, и говорю себе, ну, что ж делать, придется гореть в аду. Взял и разорвал письмо. Страшно было об этом думать. Страшно было говорить такие слова, но я их все-таки сказал. А уж что сказано, то сказано. Больше я и не думал о том, чтобы мне исправиться. Просто выкинул все это дело из головы. Так и сказал себе, что буду опять грешить по-старому. Все равно такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалею трудов, опять выкраду Джима из рабства. А если придумаю еще что-нибудь хуже этого, то и хуже сделаю. Раз мне все равно пропадать, то пускай уж недаром. Тогда я стал думать, как взяться за это дело. И перебрал в уме много всяких способов и наконец остановился на одном самым подходящим. Я хорошенько заметил положение одного лисистого острова, немного ниже по реке, и как только совсем стемнело, вывел плод из тайника, переправился к острову и спрятал его там, а сам лег спать. Я проспал всю ночь, поднялся еще до рассвета, позавтракал и надел все новое, купленное в магазине. Остальную одежду еще кое-какие вещи связал в узелок, сел в челнок и переправился на берег. Я причалил пониже того места, где, по-моему, была плантация фербса. Спрятал узелок в лесу, налил в челнок воды, набросал в него камней и затопил на четверть мили ниже лесопилки, стоявшей над маленькой речкой, чтобы мне легко было найти челнок, когда он опять понадобится. После этого я выбрался на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел на ней вывеску «Лесопилка Фелбса». А когда подошел к усадьбе, она была на двести или на триста шагов позади, то, сколько ни глядел, все-таки никого не увидел, хотя был уже белый день. Но я не собирался пока ни с кем разговаривать, мне надо было только посмотреть, где у них что находится. По моему плану, мне надо было прийти туда из города, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше, прямо в город. И что ж вы думаете, первый человек, на которого я там наткнулся, был герцог. Он наклеивал афишу «Королевский жираф», только три представления, все как в прошлый раз. Ну и нахальство же было у этих жуликов. Я наткнулся на него неожиданно и не успел увильнуть. Он как будто удивился и говорит «Хе-хе, откуда это ты?» Потом как будто даже обрадовался и спрашивает «А плод где? Хорошо ли ты его спрятал?» «Вот и я вас тоже самое хотел спросить, ваш светлость». Тут он что-то перестал радоваться и говорит «Это с какой же стати ты меня вздумал спрашивать?» «Ну, говорю, когда я вчера увидал короля в этой распивочной, то подумал не скоро мы его затащим обратно на плод, когда-то он еще протрезвится. Вот я и пошел шататься по городу, надо же было куда-нибудь девать время. А тут один человек пообещал мне десять центов за то, чтобы я помог ему переправиться на лодке за реку и привезти оттуда барана. Вот я и пошел с ним. А когда мы стали тащить барана в лодку, этот человек дал мне держать веревку, а сам стал подталкивать его сзади, но только баран оказался мне не по силам, он у меня вырвался и удрал, а мы побежали за ним. Собаки мы с собой не взяли, вот и пришлось гоняться за бараном по берегу, пока он не выбил си сил. Мы гонялись за ним до темноты, потом перевезли его в город, а после того я пошел к плоту. Прихожу, а плота нету. Ну, говорю себе, должно быть, у них вышла какая-нибудь неприятность, и они удрали, и негр мы его с собой увезли. А этот негр у меня один-единственный, а я на чужой стороне, и никакого имущества у меня больше нет, и заработать на хлеб я тоже не могу. Силы заплакал, а ночевал я в лесу, но куда же все-таки девался плот, и Джим где, бедный Джим. я почем знаю, то есть насчет плота. Этот старый дурак тут кое-что продал и получил сорок долларов. А когда мы отыскали его в распивочной, у него уже повытянули все деньги, кроме тех, что он истратил на выпивку. А когда я поздно ночью приволок его домой, и плота на месте не оказалось, мы с ним так и подумали. Этот чертенок должно быть украл наш плот и бросил нас, уплыл вниз по реке. Как же это я бросил бы своего негра, ведь он у меня один-единственный, одна моя собственность. Мы про это совсем забыли, привыкли думать, что это наш негр, вот в чем дело. Ну да, считали его своим, да и то сказать мало, что ли, мы с ним возились. А когда мы увидели, что плод пропал, и у нас ничего больше нет, мы решили не попробовать ли еще разок жирафа. Ничего другого не остается, вот я и стараюсь, с самого утра во рту маковой росинки не было. Где у тебя эти десять центов? Давай их сюда. Денег у меня было порядок, так что я дал ему десять центов, только попросил истратить их на еду, и мне тоже дать немножко, потому что я с вчерашнего дня ничего не ел. На это герцог ни слова не ответил, а потом повернулся ко мне и говорит. Как по-твоему негр на нас не донесет, а то мы с него всю шкуру спустим? Как же он может донести? Ведь он убежал. Да нет, этот старый болван его продал и со мной даже не поделился, так деньги зря и пропали. Продал, говорю я и начинаю плакать. Как же так? Ведь это мой негр и деньги тоже мои. Где он? Отдайте моего негра. Негра тебе никто не отдаст, и дело с концом, так что перестань хныкать. Послушай-ка, ты уж не думаешь ли донести на нас? Ей-богу, я тебе ни гроша не верю. Смотри, попробуй только. Он замолчал, а у самого глаза злые, никогда я таких не видел. Хныкать я не перестал, а сам говорю, ни на кого я доносить не собираюсь, да и некогда мне этим заниматься, мне надо идти искать своего негра. Видно было, что ему это очень не понравилось. Стоит, задумался, и афиши трепыхаются у него в руке. Потом наморщил лоб и говорит, вот что я тебе скажу, нам надо здесь пробыть три дня, если ты обещаешь сам молчать и негру не позволишь на нас донести, я тебя научу, где его искать. Я пообещал, а он говорит, у одного фермера, а зовут его Сайлас Фе, и вдруг замолчал. Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда замолчал и стал соображать да думать, то и передумал. Наверное, так оно и было. Мне он все-таки не верил, вот ему хотелось убрать меня отсюда на целых три дня, чтоб я им не мешал. Помолчал немножко и говорит, человек, который его купил, зовут Абрам Фостер. Абрам Джей Фостер. Живет он по дороге в Лафаэт. Это будет миль сорок в сторону. Хорошо, говорю, в три дня я туда дойду, сегодня же днем и отправлюсь. Нет, не днем, оступай сейчас же, да не теряй времени и не болтай зря по дороге. Держи язык за зубами и шагай побыстрей, тогда тебе от нас никаких неприятностей не будет. Понял? Вот этого приказа я и добивался, только это мне и нужно было, мне надо было развязать себе руки, чтобы приняться за дело. Ну так ступай, сказал он, и можешь говорить мистеру Фостеру все, что тебе вздумается. Может он тебе и поверит, что Джим твой негр. Бывают такие идиоты, что не требуют документов. По крайней мере я слыхал, что здесь на юге такие бывают. А как станешь рассказывать про фальшивые объявления и про награду, ты ему объясни, для чего это понадобилось. Может он тебе поверит. Теперь проваливай и говори ему, что хочешь. Да по дороге смотри и держи язык за зубами, пока до места не доберешься. Я и пошел, направляясь от реки в сторону и ни разу не оглянулся. Я и так чувствовал, что он за мной следит. Все равно я знал, что ему это скоро надоест. Я прошел по этому направлению целую милю, ни разу не останавливаясь. Потом сделал круг по лесу и вернулся к усадьбе Фелпса. Я решил приступить к делу сразу без всякой канители, потому что надо было, чтобы Джин не проговорился, пока эти молодцы не уберутся подальше. А то еще наживешь хлопот с этой братьей. Я на них нагляделся досото и больше не желал иметь с ними никакого дела. .